За две секунды. С нуля до 250 км в час. Работа на лётной палубе авианосца Теодор Рузвельт в Персидском заливе идёт полным ходом. До ста боевых вылетов в день. Истребители, разведчики, транспортные самолёты и вертолёты. Здесь очень громко и здесь пахнет керосином. Вот на этой рампе военные самолёты отправляются в Ирак. И в Сирию иногда каждые пару минут. Причём в любое время суток. Теодор Рузвельт — флагманский корабль 9-й авианосной ударной группы. Кроме борьбы с терроризмом, в его задачи входят охрана морских путей, противодействие морским пиратам и гуманитарная помощь. Их выполняют в том числе почти 300 военных пилотов. Мы служим нашей Родине, обороняем её. Поэтому для нас не имеет значения контролировать воздушное пространство над кораблём или же летать над Ираком и Сирией. Летать — значит летать. Конкретные задания боевых самолётов засекречены. В день нашего визита на Теодор Рузвельт у пилотов 17-го авианосного авиакрыла морской пехоты США ровно три боевых вылета. Это — воронки от попадания бомб. Видео предоставлено нам американской армией. По каким именно целям нанести удар, решает командование Международного альянса по борьбе с запрещённой группировкой «Исламское государство», находящейся в Катаре. Мы летаем шесть дней в неделю. Ежедневно у нас много целей, перед нами стоят разные задачи. Многие самолёты возвращаются на базу без убойкомплекта. Удары наносятся по объектам ИГ, представляющим угрозу. Командование Международного альянса по борьбе с ИГ в том числе решает, куда направится авианосцу в районе Персидского залива. 20 уровней Теодора Рузвельта — это почти как 20 этажей, на которых и происходит вся жизнь военнослужащих в течение семи месяцев. Это средняя продолжительность службы на авианосцах ВМС США всех категорий. Столовые здесь работают 23 часа в сутки. Это важно, если учесть, что дежурство на корабле длятся до 14 часов. Порции не ограничены. За добавкой иногда очередь. Средняя цена за порцию — 3 доллара. То есть это примерно 10 долларов на человека в день. Порции не ограничены. Есть фрукты, есть овощи на пару, есть салат-бар. Много яблок, слив и авокадо. Свежие продукты доставляются ежедневно. Электричество, кстати, на всем корабле вырабатывается в двух ядерных реакторах. Беспрерывное и автономное обеспечение энергии необходимо и для медицинского отсека. На авианосце врачи разных специальностей, в том числе хирурги, которые делают операции в этом специальном отсеке. «Мы можем проводить операции на борту авианосца. Это практически полноценная клиника». 18% военнослужащих авианосца — женщины. Есть и русскоязычные военные, в основном — дети мигрантов из бывшего СССР. «Будучи единственным ребенком в семье, мой папа хотел всегда иметь сына. Я имею возможность служить в военных силах ВМФ Америки. И он сказал, что имея такую дочь, ему не нужен сын обязательно. Поэтому я горжусь хотя бы одним этим комментарием, который я получаю от своего отца. Я получила массу образования, тренингов, очень много друзей, очень интересная работа. Я никогда не думала, что я смогу это сделать, но я сделала очень много бенефитов». Если надо, пилоты вылетают и ночью. Такие взлеты и посадки на короткой палубе особенно рискованы из-за кромешной темноты. Экипаж Теодора Рузвельта уже 4 месяца участвует в операции «Непоколебимая решительность». В течение этого времени на авианосец в общей сложности было доставлено около 450 тысяч тонн боеприпасов. 70 боевых самолетов и вертолетов, более 5 тысячи офицеров на борту Теодор Рузвельт. Это один из самых больших военных кораблей в мире. Эдакая боевая громадина здесь, в Персидском заливе, и символ американской военной мощи. До 20% всех воздушных ударов международной коалиции приходится именно на Рузвельта. Кроме того, самолеты с авианосца выполняют разведывательные вылеты для поддержания наземных операций. ИГ представляет огромную опасность, и мы готовы сотрудничать со всеми, кто готов воевать против террористов. Правда, произошло стратегическое изменение, связанное с тем, что зоны влияния ИГ стали меньше. Но в Ираке и Сирии идеи боевиков по-прежнему сильны. Это дает нам право вести с ними ежедневную борьбу. Борьба эта, судя по всему, будет продолжаться. Вопреки заявлениям политиков о том, что террористы из ИГ повержены. Редактор субтитров А.Семкин